Привет, дорогие друзья! В этом видеоролике поговорим о достаточно важной теме, о нашей армии, о ее комплектовании и о том выходе, который я, конечно, лично вижу из этой ситуации. Зеленский. У нас миллионная армия. Зеленский раскрыл чисельный сбройных сил Украины. За его словами, Украина зараз мая миллионную армию. То есть, на самом высоком уровне подтверждается, что у нас армия, на минутку вдумайтесь, миллион человек. Ну, это огромное количество людей. Ну, честно сказать, мы даже с вами представить не можем. Говорят, что в Одессе до войны было миллион жителей. Так это миллион жителей, это и дети, женщины и тому подобное. Не речь не о тех, кто именно может воевать и держать оружие в руках. То есть, число достаточно значительное. И, на самом деле, не только у меня, у многих людей возникает один очень серьезный вопрос. Есть ли у нас такая огромная армия? Зачем производить такую жесткую бескомпромиссную мобилизацию? И где находятся наши воины? Почему среди миллионов войсков, которые уже в лавах СССР, не могут найти 200 тысяч, тех, кто забеспечив бы ротацию? Бейте с передовой. Такие новища армии, так и чисельный особовый склад. То есть, замечательный вопрос. Я тоже вот этим вопросом себе задаю его. И вы тоже задайте себе этот вопрос. Есть ли у нас миллионная армия? Фактически, по тем данным, которым есть, воюет 150 тысяч. Еще 150 тысяч им там помогает, там где-то на какой-то второй линии, грубо говоря, находятся. То есть, из миллиона 300 тысяч там непосредственно задействованы. Почему из этого огромного 700-тысячного, на минутку, вдумайтесь, резерва, нельзя найти тех людей, которые просто сделают ротацию и заменят тех людей на передовой? То есть, и мобилизация не надо проводить в таком виде. Не надо вырывать людей из народного хозяйства. Не надо нарушать вот то, что у нас, все, что возможно у нас нарушается при мобилизации, я имею в виду действия сотрудников центра комплектования. То есть, можно от этого всего отстраниться, грубо говоря. Ну, в этом всем не участвовать. Просто проведя несколько раз ротации и замены на тех, кто находится в тылу и, как кто-то правильно заметил, охраняет ставки. Но ведь это так не делается. Нашим гражданам, которые находятся за границей, не выдают загранпаспорта. В связи с этим, те люди, которые находятся за границей, создали петицию. Петиция о том, чтобы разблокировать выдачу паспортов гражданам Украины от 26 до 60 лет. И это те люди, которые успели подать на паспорта еще до того, как вступил в силу закон новый о мобилизации. Согласно которого, необходимо было использовать додаток резерв плюс, в нем регистрироваться и обновлять данные. Хочу заметить, что эти граждане находятся за границей на законных основаниях. То есть, они пересекли границу. Многие кто-то до начала полномасштабной войны, кто-то во время. Но наше государство их выпустило без проблем. Сейчас, на сегодняшний день, в нарушении Конституции Украины, а конкретно статьи 25, ставятся им палки в колеса. Они заключаются в том, что люди не могут получить паспорта. Цинизм данной ситуации заключается в том, что эти люди уже подали документы до закона и, естественно, еще их и оплатили. То есть, документы фактически напечатаны, но людям их не выдают, ссылаясь на то, что не положено. Просто вот так вот взяли людей и обманули. Об этом, кстати, писала иностранная пресса. Снимали сюжеты. Это были митинги во Вроцлаве, в Праге. Я тоже в моих видеороликах об этом упоминал и показывал. В видеороликах, которые были раньше. Поэтому, друзья, если вам эта проблема кажется проблемной и вы считаете, что это неправильно, так, например, как считаю я. То есть, все мы на самом деле должны быть равны и все должны иметь возможность получить паспорт. Прошу вас, друзья, в описании к этому видео будет петиция. Перейдите, друзья, не пожалейте немножко времени, подпишите ее. Давайте поддержим наших граждан, чтобы все у нас стали равными и смогли получить паспорта. Потому что без паспорта, за границей, ну, я всегда говорил и буду говорить, это является фактическим лишением гражданства. Я стал для себя думать и искать, ну, как вообще, где эти люди, где они находятся, где эти 700 тысяч. Понятно, что это секретная информация, но по тем вопросам, которые у нас возникают с вами мы, конечно, все хотим это знать и понимать. Почему проводится мобилизация, почему закрыты границы и где эти, вот именно эти конкретно, 700 тысяч, вдумайтесь, наших человек, которые служат в вооруженных силах Украины. Может, надо, если они никак не действуют, сокращать количество, сокращать расходы на армию и тем самым решать какие-то другие вопросы, ну, которые они там любят решать. Дороги построить, там, цветы где-то посадить в прифронтовой зоне в городах, на которые как раз нападает сейчас, идет атака Российской Федерации. Усими улюблена жиночка Марьяна Безугла. Что она пишет? Она тут пишет, что очень много денег, но достаточно на Збройные силы Украины, на ту чисельность, какая есть. И она пишет, что только штат ТЦК, ТСП, почти 100 тысяч людей. Вдумайтесь, друзья, 100 тысяч обученных, подготовленных бойцов, мотивированных штыков, которые, ну, многие из них, честно, давали запросы, Галина Третьякова давала запросы, большинство из них вообще никакого отношения не имели к боевым действиям. То есть, это количество массивов мотивированных патриотов, я его по-другому не могу назвать, почему-то берегут в тылу и надо закрыть ТЦК, их мобилизовать в первую очередь. А там уже вот этот резерв плюс, электронные все эти повестки и тому подобное. Почему бы и нет? Но тогда они не смогут заниматься деякими цикловыми вещами. Например, такими. У Тернопольской области працевник ТЦК вымогал 5 тысяч долларов за звільнение от мобилизации войсково-зобовязанного. Мы же, друзья, с вами понимаем, что этот ручеек, который стекается в огромную реку, в поток, идет куда-то туда наверх. Ведь они все собирают, собирают, там собрали, там собрали. Кого-то там одного, кто не захотел делиться или отбился от стада, как говорится, приняли правоохранители, чтобы остальные знали, как надо правильно и хорошо работать в ТЦК, чтобы, как говорится, и себе копеечку оставить и наверх занести. Потому что в любом случае мы же все понимаем, что должность начальника ТЦК не такая уж и простая. И он должен выполнять некий план. Я думаю, что все в этом уверены и все понимают, какой это план и в чем он заключается. Позвольте мне повеску. Позвольте мне повеску. Специально, друзья, вставил этот отрывок. Это, возможно, вот те самые недостающие 700 тысяч нам для победы. Небольшую часть из них вы увидели. Видели, сколько их стоит на дороге, что-то там они ловят, регулируют. Отлавливают тех, кто не хотят идти на войну. А они почему-то находятся в тылу в тот же момент. То есть подтверждение того, что они есть, существует. Но в тот же момент, друзья, мы понимаем, даже если взять вот эти 100 тысяч неприкосновенного этого ресурса, по-другому его не могу назвать, который служит в центрах комплектования, то остается 600 тысяч. А где они? Где они делись? Сколько полицейских в Украине? Фактично чисельность та законодавчие обмежения. И тут они кажут, что, сгідно постановой КМУ, 141 330 осіб. То, друзья, заметьте, сотрудники полиции, те люди, которые не имеют никакого отношения к вооруженным силам Украины. Мы их в эти 600 тысяч не включаем. Но запоминаем, что есть вот такой вот тоже мотивированный резерв в виде сотрудников полиции. Неприкосновенный, назовем его, резерв, потому что он нужен внутри страны, чтобы заниматься тем, чем они занимаются. Помогать сотрудникам центра комплектования, ловить мотивированных граждан и отправлять их на войну. Полицейскими муниципами громади розроблено таблички, которые попереджают про то, что на сегодняшний день заборонено купаться в водоймах, поскольку в Украине Тяжелево, например, который мы обслуживаем с Русланом Васильевичем, куда забруднено. Посмотрите, куда их брать действительно? Куда? Нельзя. Есть такой закон, очень интересный, про загальночисельную службу безопасности Украины. И тут написано в другой статье, что должно быть 27 тысяч, но кроме военного станка, у количества 31 тысяча людей. То есть вот этот вот мотивированный кремень-ресурс в виде службы безопасности Украины, он не востребован. 31 тысяча мотивированных патриотов. Почему их держат? Почему их вместе с сотрудниками полиции не отправляют? Задайте себе этот вопрос. Дезертирство в ВСУ наказывать или прощать? В этом году открыто практически 30 тысяч дел. В целом за войну более 64,5 тысяч дел открыто за дезертирство и за оставление частей. Представляете, вот такое вот количество. То есть, если взять, исходя из того, что у нас есть армия, примерно в статье написано, каждый 14-й является у нас дезертиром. Но в тот же момент, друзья, ведь мы должны понимать, что я лично знаю такие случаи, когда люди спасают свою жизнь, бросают это все и убегают где-то, прячутся, ну, домой себе едут. Уехал, убежал, никто не поймал. Дел никаких нет, никто его не ищет. Таких людей тоже очень-очень много, поверьте. Это все официальная статистика по тем делам, где их открыли, где кто-то что-то там, может быть, даже пытался расследовать. Может, что-то там они и в суд, конечно же, тоже передали. Но в тот же момент, друзья, надо понимать, что эта статистика, она на самом деле пугающая. Та статистика по, фактически, отказникам, тем людям, которые дезертировали и не хотят воевать. Украина мобилизует 30 тысяч людей еще месяца. В тот же момент, вдумайтесь, 30 тысяч каждого месяца. Но справедливости ради, я хочу заметить, что в данной статье написано, что до того, как приняли всем известный закон о мобилизации, меньше призывали. Сейчас пока этот вопрос с численностью вооруженных сил решен. То есть, друзья, задаем себе один простой вопрос. Если есть 700 тысяч, 100 тысяч ТЦКшники, где еще оставшиеся 600 тысяч? Где они служат? Что они охраняют? Какие ставки и почему не делают реальную какую-то там ротацию на передовой, замену и тому что-то подобное? Тут даже, на самом деле, с такой численностью речи, даже может, честно сказать, идти о какой-то частичной демобилизации этих людей, которые служат, допустим, с начала войны полномасштабно. Некоторые служат еще и с 2014 года и чуть-чуть, как говорится, позже-позже тоже люди служили и действительно воевали в АТО, тогда это еще называлось. То есть, друзья, вопросов, как мы понимаем, больше, чем ответов. Это, конечно же, все упирается в один вопрос, в то, какие у нас потери реальные, которые нам на сегодняшний день пока что не рассказывают, и какая реальная ситуация с дезертирством, с теми людьми, кто убежали, кто-то отказался и кто где-то, как говорится, спрятался, возможно, купил себе какую-то справку. Я уже публично начинаю говорить всем вам, вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все. Не сдержался от друзья, не мог пройти мимо этой новости про Лукашенко, что он уже там к чему-то готовит. Ведь вы помните те сюжеты, когда он там приезжал в Москву на 9 мая, недавно его показывали, выглядит он действительно не очень хорошо. Я, честно сказать, грешным делом думал, что он переел вот этой бульбы их там с чем-то там с мясом, и ему плохо немножко стало. Но, как мы видим, есть какая-то такая мысль о том, что может поменяться власть. На самом деле для нас с вами я всегда говорил и всегда поддерживал те протесты, которые были в Белоруссии, когда у них не получилось. То есть, вдумайтесь, друзья, если бы тогда у них получилось уже с направления Белоруссии, если бы власть у них как-то изменилась на, будем говорить, ту, которая против России, то нам было бы уже на порядок легче нашему государству, оттуда бы не шли танки, оттуда бы не шли колонны техники. Я конкретно здесь говорю о Белоруссии. А так, видите, они там слились с Путиным, как говорится, в одно. Ну, на самом деле, кто там придет и когда это будет, это все большой философский вопрос. На этом, друзья, попрощаюсь с вами. Если вы еще не подписались на мой YouTube-канал, сделайте это, пожалуйста, от нас лично, от нашей команды мира и добра. У нас 4,9 млн человек, это мобилизационный потенциал. Ну так. 4,9 млн. Мобилизуются на рік 200 тысяч. Так. И выполняются, начи сейчас за динамикой, тем, что я слышу от наших знаменитых в ТЦК и от військового командования, начи выполняются. Нема проблем с мобилизацией. Питание в том, как она идет и кто, власне, мобилизуется. Про что мне говорят командиры? Командиры говорят, что, на жаль, большая часть тех, кто мобилизованный, они непридатны. Ну реально, по своим ментальным характеристикам, по готовности служить. И через это мы получаем низкую качество мобилизации.